Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества. Так, глава государства Касым Шамартукаев заявлял еще в преддверии своего государственного визита в Баку. Проходил он на этой неделе и эксперты дают ему оценку как особенный визит. Дело в том, что президент Казахстана отправился в города Физули и Шуша. Еще несколько лет назад они находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Казахстан традиционно выступал за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией. И тема Карабаха была основной в политической составляющей визита Токаева в Азербайджан. Тому подтверждение поздравления президента. Цитата. Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над собственной территорией. Итак, в Физули президент открыл больницу и центр детского творчества, которые возвели компании Казахстана. Еще два года назад Токаев объявил о строительстве детского центра имени Курмангазы в Физули в качестве дара казахского народа Азербайджану. И то, что казахстанский бизнес одним из первых пришел на территорию бывшего Нагорно-Карабахского конфликта, говорит о большом взаимном доверии между странами, в том числе и доверии экономическом. Срединный Транскаспийский коридор стал главной экономической темой визита. Развитие данного маршрута для Казахстана позволит диверсифицировать риски, которые складываются в нынешних геополитических условиях. Черное море все больше становится морем боевых действий. И для Казахстана, чья нефть и зерно идет на экспорт через российские порты на Черном море, это крайне щекотливый вопрос, поэтому так важно наладить, реанимировать альтернативный маршрут через Каспий и Азербайджан. И здесь символично высказывание уже президента Ильхама Алиева, нас разделяет только Каспий, но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими, но и между многими странами. В поездке в Азербайджан президента сопровождал Тимур Саппар, он с подробностями. Визит Касымжамар Татукаев в Азербайджан стал первым государственным за время нахождения действующего президента на посту, а потом в загородной резиденции Загульба в Баку к приезду высокого гостя готовились основательно. Все же в таких делах важна каждая деталь, встречают сначала по одежке, тем более соседа. Казахстан и Азербайджан соседи, пусть и общая граница у двух стран не сухопутная, а морская. Президент Республики Эль-Хамалий встретил нашего лидера, лично соблюдая, конечно, традиционный протокол рота почетного караула, гимны и знакомство с официальными делегациями. Саламаскер! Саламаскер! Огромное значение приобретают логистические коридоры в условиях тотальных санкций в соседних странах. В этом сегменте есть огромный потенциал роста. И даже надо учитывать то, что Азербайджан, Казахстан и Грузия учредили новую компанию, логистическую компанию, которая будет координировать единую тарифную политику, зеленые коридоры, которые помогут еще больше уменьшить время доставки товаров с запада на восток и в обратном направлении. К слову, рост транзита казахстанской нефти через Азербайджан лишь дело времени, уверены эксперты. На уровне глав Министерства энергетики такой разговор уже имел место. В 2024-м речь идет о полутора миллионах тонн. С 2025-го цифра перевалит за 2 миллиона. Этот объем был поставлен, но потенциал гораздо больше. Можно выйти до 20 миллионов. Также ведутся, скорее всего, переговоры по транспортировке не только по Баку-Табилисиджей, но и Баку-Супса. Это еще дополнительно 3,5 миллиона тонн, но там тоже можно увеличить. И геополитическое значение для Казахстана, диверсификация, это жизневажно. И, как мы знаем, у нас в регионе очень сложная ситуация. Об этом и не только лидеры говорили. Сначала на встрече в узком составе, а затем на первом в таком роде заседании Высшего Межгосударственного Совета двух стран. Наши страны располагают с значительным экономическим потенциалом. И я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий. Мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, уж не говоря о нефти и газе. Сотрудничают Казахстан и Азербайджан в целом комплексе сфер политика, экономика, торговля, транзит, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, культурно-гуманитарная отрасль. Во главу угла, конечно, товарооборот. Он с 2020-го увеличился в пять раз, поднявшись со 109 миллионов долларов до больше, чем полумиллиарда. Для Казахстана и Азербайджана действительно наступает новая эра сотрудничества. Развивают транспортно-логистический каркас Евразии Казахстан и Азербайджан, используя ЖД-потенциал. В Баку, в формате телемоста, лидеры приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из казахско-китайского центра в Сиане на азербайджанскую станцию Абширон. Это составная часть транскаспийского международного транспортного маршрута. Для обеих стран это стратегический коридор. Мы сегодня говорили о том, что помимо ресурсов, сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют, как естественные партнеры. И сегодняшняя церемония вот этого железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит. Это действительно очень важное мероприятие, и оно состоялось в ходе моего государственного визита. Я этому рад. Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспии. Это уникальные проекты. Своего рода уникальным проектом для Азербайджана станет возрождение городов в Карабахе, который вернулся под его контроль. Касамжумар Тукаев посетил город Физулич, и история обретает новую страницу. Ильхамалиев отвез казахстанского лидера в город, самолично сев за руль. Физули, город, в котором когда-то проживали порядка 20 тысяч человек, почти 30 лет находящийся, согласно резолюциуму ООН, под оккупацией вооруженных армянских сил, в итоге превратился в город-призрак. Сегодня здесь с трудом можно узнать бывшие административные здания, среди которых городская прокуратура, дом культуры, школа, больницы, да и просто жилые дома. Под открытым небом здесь сегодня одни развалины. Вся городская инфраструктура за период оккупации была полностью уничтожена. Однако с момента возвращения под контроль Азербайджана, местные власти здесь ведут активно строительно-восстановительные работы. И уже построили прямо напротив, через так называемую Дорогу Победы, 38 многоквартирных жилых домов. После осмотра разрушенных войной и оккупаций мест, которые, к слову, станут музеем под открытым небом, глава Азербайджана представил казахстанскому лидеру масштабный генплан развития города. Здесь уже заложили фундамент внутригородской уличной дорожной сети и систем водоснабжения, канализации и управления дождевыми водами. Также открыли цифровую подстанцию и центр управления Физули. Вдохнет новую жизнь в Физули и новый центр развития детского творчества имени Курмангазе, который, начиная с фундамента и заканчивая, полным материально-техническим оснащением реализовала казахстанская сторона. Современный инновационный центр построили в кратчайшие сроки. За 9 месяцев это, по сути, гуманитарный дар братскому народу Азербайджана. Вот это наш дар от имени народа Казахстана. По личному поручению этот дар преподносит частная компания BI Group. И это от всей души, от всего народа. Я думаю, что данный объект, безусловно, послужит на благо укрепление всяческих связей, всесторонних связей между нашими странами. Я желаю вам успехов, я желаю вам процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие. Ильхам Алиев отметил, что центр детского творчества будет и центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана. Образование в центре смогут получать 600 детей в несколько смен. Для них здесь открыли классы шахмат, студии искусства и скульптуры, зал хореографии, спортзал, кабинет звукозаписи, музыкальные и вокальные классы, фото, видеомонтаж, веб-дизайны, 3D-моделирование и кабинет робототехники. К слову, первого в истории Физули. Еще одним подарком Казахстана станет Физулинская центральная больница. Будущее медучреждение запланировано на 180 койко-мест, а общая площадь здания свыше 34 тысяч квадратных метров. Обслуживать пациентов будут врачи практически всех направлений медицины, причем как стационарно, так и амбулаторно. Построят больницу казахстанские, строители на коммерческой основе. Почтил в Азербайджане президент Казахстана и память павших героев страны на аллее шахидов, где возложил венок к вечному огню, а также почтил могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Глава государства также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги первого президента республики. Тимур Сапар, Марат Дихамай, Бахдбек Нуртаев, Алмасу Маргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента Житакун, Азербайджан.